Игре на фортепиано в детской школе искусств поселка Развилка Ксения Лисина училась 8 лет. В этом году она выпускается с одними пятерками. На отчетном концерте девочке вручили грамоту за отличное обучение. Дальше музыка для нее будет просто хобби, но своих преподавателей она запомнит надолго. Моя учительница один из самых прекрасных преподавателей, которые я знаю. Она очень добрая и внимательная, но она всегда мне помогала и пыталась научить меня. Ксения не единственная, кому в этот день вручили почетные грамоты. В Развилковской ДШИ обучается много детей, которые заслуживают похвалы. Здесь развивают имеющиеся у ребят таланты, воспитывают и людей разносторонних, и развитых. Поселок гордится своими детьми. Я думаю, что люди, которые учатся в таких школах, впоследствии будут очень приятны в общении, будут культурны во всем. И думаю, что талантливых детей на Развилке очень много. И отрадно, что прошлые мероприятия, это отчетный концерт, у нас проходил еще в старом здании школы в прошлом году. А сегодня мне очень приятно находиться на отчетном концерте в здании новой школы. Новое помещение дало возможность увеличить количество классов и учеников. Сегодня они обучаются на трех отделениях. Изобразительного искусства, музыкальном и хореографическом. К отчетному концерту ребята готовились весь год. В него включили самые лучшие номера, в которых приняли участие учащиеся всех возрастов. Читали стихи, танцевали и пели. В зале десятки гостей. В основном это родители учеников, которые пришли посмотреть на результаты обучения своих детей. Они благодарны школе за то, на каком высоком уровне здесь подходят к процессу обучения. Очень серьезный подход к самому делу и детям очень нравится заниматься. И практически профессиональная подготовка у них идет. В следующем году детской школе искусств поселка Развилка исполнится 30 лет. За эти годы здесь сменился не один директор и не раз поменялся преподавательский состав. Но у всех всегда был и есть одинаковый принцип обучения ребят. У нас самое главное поддержать желание, чтобы ребенок научился думать, чтобы он научился работать и чтобы он рос хорошим, добрым, инициативным человеком. Впереди у школы много планов. В частности, увеличить количество отделений, чтобы дать местным ребятам еще большую возможность развивать свои природные таланты. Сейчас мы переехали в новое красивое здание и пытаемся развиваться. У каждого ребенка есть мечта. И мы хотим, чтобы эта мечта осуществилась. Мы помогаем им. Благодаря появившимся возможностям детская школа искусств готова к новым творческим достижениям. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.